Всем огромный привет! В этом видео сделаю обзор на смартфон с необычной операционной системой. Речь пойдет о Nokia N9. Я люблю собирать различный старый раритет, и этот смартфон как раз отлично подходит под это определение. Мало того, можно сказать, когда этот смартфон увидел свет, он уже тогда подходил больше всего для тех людей, которые коллекционируют телефоны и смартфоны. А все почему? Давайте разберемся. Да дело в том, что он родился почти мертвым. Компания Nokia давно поняла, еще в нулевых, что массовая система Symbian не подходит для будущих поколений флагманов. И тогда начали они разработку новой операционной системы на базе Linux под именем Maimo, которая позже стала называться MiGo, когда Nokia и Intel стали сотрудничать. Maimo, например, была в планшетах Nokia N800 и N810. Кстати, ссылка на мой обзор будет в описании под видео, можете пройти посмотреть. Позже вышел коммуникатор Nokia N900. Девайс, кстати, для гиков, которые радовались открытому коду, командной строке и тому, что этот девайс действительно был своеобразным таким коммуникатором. И вот система MiGo, казалось бы, стала развиваться. Но вдруг в Nokia пришел Стивен Элоп, также который стал известен потом как Стивен Эфлоп. До Nokia он работал в Microsoft, ну и весной 2011 года он сказал, что все, ребята, Nokia будет сотрудничать с Microsoft и будет делать смартфоны с Windows Phone. Амиго является, как он сказал, ну бесперспективной. То есть, представляете, всего за несколько месяцев до анонса данного смартфона просто топовая антиреклама. Ребята, скоро выходит смартфон. Но я, честно говоря, не советую вам его покупать, потому что он не будет развиваться никак и вообще мы его скоро забросим. Это ж надо было так умудриться сделать антирекламу. Ну, недаром, кстати, его Эфлопом-то назвали. Ну и в июне 2011 года данный смартфон увидел свет, то есть был опубликован. Но в массовой продаже он появился лишь осенью 2011 года. И, кстати, в то же время, осенью 2011 года появился его, можно сказать, практически родной брат. Давайте я вам его тоже представлю. На него мы сделаем скоро обзор. Вот, кстати, и он. Это Nokia Lumia 800. Можете, кстати, сразу заметить, что корпус практически идентичен, как по длине, так и по ширине. Но единственное, что здесь, конечно же, разные операционные системы. И сзади смартфоны выглядят немножко по-другому. То есть вспышка у камеры, например, немножко сместилась. Ну, а так, конечно, практически, можно сказать, два брата-близнеца. Правда, у них, конечно, начинка разная. Сразу после публикации этого смартфона он оказался девайсом, который еще с рождения мог идти в коллекции и музеи. Ибо кто в здравом уме будет брать смартфон, будущего которого уже не радужное? Это только лишь для энтузиастов, коллекционеров, ну и людей, которые ничего не понимают в смартфонах и просто ждут какой-то новый топовый продукт. Кстати, для разработчиков был еще вариант данного смартфона под названием Nokia N950. Но его сейчас очень трудно найти, хотя в Финляндии они иногда встречаются, так как здесь живет очень много разработчиков, которые раньше работали на Nokia. Ну, а теперь давайте рассмотрим подробнее нашего героя десятилетней выдержки, а именно Nokia N9. Как видите, корпус у него, конечно, такой яркий, розовый. И на самом деле это скорее модель для женщин, нежели для мужчин. Сверху у нас небольшой изъян. То есть здесь должна открываться вот такая вот, ну такой язычок должен открываться, крышечка. Но кто-то, видимо, умудрился или случайно, или специально обломить его вот так вот. Ну, с одной стороны это и понятно, потому что вот этот язычок, он был очень неудобным. Хотя с другой стороны разъем microUSB был защищен, но людям дико не нравилось во время зарядки все время открывать вот этот язычок. И поэтому некоторые его даже специально ломали. Здесь у нас есть лоток для microSIM карточки. То есть вот такой вот лоток, как видите. И вот так вот он туда, немножко вбок и вставляется. И также разъем для наушников 3.5 мм. Снизу у нас динамик. Да, здесь монодинамик всего лишь. И минимальный набор элементов управления, то есть кнопок. То есть качелька громкости и кнопка включения-выключения. Больше ничего здесь нету элементов управления. Есть разговорный наушник, конечно же, он здесь над логотипом Nokia. Ну и снизу получается в очень странном месте у нас располагается фронтальная камера. Но к этому мы еще вернемся. Кстати, можете обратить внимание, что когда экран у нас выключен, на нем все равно горят часы. Экран, он другой, нежели в Nokia Lumia 800. То есть он немножко побольше. Размер у него физически 3,9 дюйма. И разрешение 480 на 854 пикселя. То есть это AMOLED-экран с поддержкой мультитач. И защитное стекло у него, кстати, Gorilla Glass. И да, действительно, в целом это очень хороший экран был в свое время. То есть сочная, яркая картинка и отличные углы обзора. И также, благодаря вот этой AMOLED-технологии, можно было показывать время в ждущем режиме, не сильно при этом разряжая аккумулятор. Что же касается начинки, то процессор тут у нас Texas Instrument OMAP 3630 с частотой 1 ГГц. И графической подсистемой PowerVR SGX 530. Были две версии этого смартфона. У меня младшая, где всего 16 ГБ флеш-памяти, но старше было 64. Вот давайте я вам покажу. Память здесь, кстати, делится немножко по-другому, нежели вы привыкли видеть это в обычных смартфонах. То есть хранилище данных. И здесь для приложений одна память, для данных приложений другая память, около 2 ГБ. И для данных пользователя 9,5 ГБ. То есть она вот так вот делится, эта память, на несколько таких, можно сказать, дисков. Рабочей памяти, кстати, в обеих версиях было 1 ГБ. Как я уже сказал, фронталка здесь в очень странном месте. То есть это в углу снизу. Как я понимаю, при видеозвонке смартфон нужно было держать вот так вот. Потому что вот так вы будете просто камерой светить себе в руку. Не совсем понятно это. И да, действительно, это, конечно, хоть и маленькое разрешение, всего 0,3 Мп, но это максимум вот именно для видеозвонков. Основной модуль, такой же, как в Lumia 800, имеет разрешение 8 Мп с двойной светодиодной вспышкой, которая здесь располагается сбоку, а не сверху, как в 800. Качество, кстати, считалось в свое время неплохое. И даже сейчас, кстати, качество вроде бы нормальное, учитывая мегапиксели. Но все же камера, конечно, такая же примерно, как в современных бюджетных моделях. Однако быстро запускается. В свое время это считалось быстро. И быстро делает фотки. Относительно быстро. Потому что раньше это, конечно, считалось, что все проходит моментально. Сейчас, конечно, уже появились и более быстрые экземпляры. Можно было записывать видео в разрешении HD, 30 кадров в секунду. По мне, реализация вполне нормальная. Днем снимки получаются вполне, кстати, ничего. Вот несколько снимков могу вставить. Так, быстренько просто посмотрите. Есть подключение Wi-Fi, есть Bluetooth и есть даже NFC. Тогда техника NFC только начинала появляться. И это был одним из, можно сказать, первого эшелона смартфонов, которые получили эту поддержку. То есть, вот здесь в настройках устройства есть поддержка NFC. Правда, она сейчас выключена, но ее можно включить. Вот есть даже опция подтверждать обмен и подключение. Но ее я включать сейчас не буду. Вот так вот. Аккумулятор в данном смартфоне по современным меркам, казалось бы, небольшой. Емкость его всего 1450 мАч. Но благодаря отличной энергоэффективности с данным аккумулятором смартфон мог продержаться до двух дней использования. Потому что у нас небольшой относительно AMOLED-экран. У нас относительно энергоэффективное железо. И да, действительно, аккумулятор был несъемным. И многих в свое время это сильно раздражало. Ну, потому что все люди еще тогда привыкли менять аккумуляторы. То есть, попользовались смартфоном пару лет, аккумулятор стал плохой. Просто берете, покупаете новый и сами меняете. Здесь такого уже сделать нельзя было. Нужно уже было разбирать смартфон. И, кстати, я удивился, что несмотря на возраст смартфона, я не знаю, когда первый владелец его купил, но аккумулятор вполне неплохо держит заряд. Как я уже говорил, операционная система здесь Meagle. В данном смартфоне она обновлена до версии 1.2. То есть, вот давайте пройдем опять же в настройки. Вот об изделии. И вот версия Meagle 1.2 Hartman. Ну да, действительно, то есть обновления пришли. И это последнее обновление от 2012 года. Больше система с тех пор не обновляется. Давайте посмотрим на дизайн системы и ее программы. Вот если мы начнем с выключенного экрана, то тогда это считалось круто. Два раза щелкаем и открываем смартфон. Вот так вот это было. Естественно, оболочка у нас своеобразная. Называется она, кстати, Swipe UI. И ее постарались именно максимально построить для управления жестами. То есть, здесь у нас открытые задачи, например. То есть, как видите, у нас календарь открыт. Если я, например, открываю параметры и хочу оставить их открытыми, то я вот так вот свайпом перехожу на рабочий стол. Но приложение настроек, оно по-прежнему находится у нас здесь. И его можно открыть. А если мы хотим его закрыть полностью, то вот так вот это делается. Выходим, например, в календарь и закрываем также и календарь. И опять на рабочий стол. Здесь у нас различные события. Ну, например, погода, там часы, календарь можно выводить. И вообще, приложения очень своеобразные. То есть, действительно, для этой системы нужны были свои приложения. Вот давайте посмотрим на некоторые из них. Ну, я думаю, телефон ничего особенного. То есть, вот так набор номера. Но здесь все очень просто сделано. То есть, система, она максимально упрощена. Контакты я не вижу смысла показывать. Но вот интернет-приложение, это браузер, оно, конечно, своеобразное. То есть, сразу нужно сказать, что, например, обычный YouTube вы не откроете здесь. То есть, он вроде начинает открывать и показывает ошибку. Потому что браузер не поддерживается. Можно, например, попробовать... Так, я не то сделал. Допустим, пишем... Ну, Google. Давайте откроем. Ну, вроде бы так работает более-менее сносно. Но, конечно, современные сайты, они открываются уже очень плохо. Что, конечно, интересно. Особо настроек для браузера нет. Настройки вообще, они здесь отдельно. То есть, для программок. То есть, вот у нас приложение. Приложение. Вот, давайте, заново. Приложение и для браузера. Настройки. Всего лишь, можно сказать, три настройки. Выбрать поисковую систему, блокировать всплывающие окна и запоминать пароли. Ну, и еще, конечно, очистить личные данные. Никаких особых настроек нет. Приложения очень простые. Вот галерея. Ну, то есть, там буквально так просто некоторые снимки, которые я делал. Музыка особо нет смысла. Ну, можно открыть, по идее. То есть, здесь показаны все ваши альбомы, которые вы купили или скачали. Видеоклипы примерно то же самое. Есть карты, но приложение, как я понимаю, оно больше не поддерживается. И карты не закачиваются. Так, вот оно уже вылетело, похоже. И, кстати, карты очень сильно тормозили. Ну, да, нужно создать учетную запись Nokia, но сейчас мне это делать неохота. Поэтому я его просто закрою. Но навигация здесь тоже присутствует на автоприложении. Но, к сожалению, когда вы открываете навигацию, то у вас начинают закрываться другие приложения. А все почему? Дело в том, что система, она была разработана изначально многозадачной. То есть, у вас много-много приложений, которые открыты на заднем плане, можно сказать. И они все что-то там делают. Но, когда память уже забита, то первые приложения, которые были в памяти, они начинают оттуда выгружаться. То есть, их нужно системе закрыть. Система их закрывает, но не всегда это все происходит адекватно. Поэтому, конечно, это такая отличительная черта данной операционной системы. Магазин музыки и магазин приложений. Как я понимаю, он вроде бы должен еще работать, но как-то он вроде то запускается, то не запускается. То есть, я не совсем понял, но, в принципе, приложений, кстати, для этого смартфона было очень мало. Да, и не удалось открыть эту страницу, поэтому похоже на то, что здесь даже не зарегистрироваться никак. Не знаю, может быть, меня кто-то поправит, может, кто-то пользуется этим магазином до сих пор, может, какие-то настройки нужно установить. Но, в общем, у меня он не заработал. Честно говоря, я много и не пытался. И также приложения для Фейсбука, Твиттера и различных других социальных сетей. Параметры я уже показывал. То есть, здесь все достаточно просто. То есть, вот так вот сделано упрощенный такой интерфейс. То есть, вот об устройстве здесь можно настроить. Дисплей. Вот, то есть, когда выключается он. Различные счетчики. Хранилище данных я уже показывал. Ну, или, допустим, там отображение настроек безопасности, что есть. И, допустим, какие-то аксессуары там можно подключить. Вот. И также закроем его. Ну, а там дальше различные приложения, которые уже идут как дополнительные. Ну, и в том числе, конечно же, Angry Birds. То есть, можно было даже на этом смартфоне играть в какие-то старые игры. Но сейчас это приложение уже очень сильно устарело. То есть, это... Вот, кстати, звук. Вот. То есть, птички. Как видите, все достаточно неплохо работает. Вот. Ну, да. И приложение можно также закрыть вот так вот свайпом. Свайпы – это, конечно, определенная такая тема. И она мне даже начинает нравиться в какой-то момент. Но сперва было очень трудно привыкнуть к ней. То есть, вроде не знаешь, откуда какие менюшки должны вылезти. Ну, еще хотел вам показать калькулятор в этой системе. Он также простейший. То есть, такой вот маленький калькулятор. Ну, его тоже закроем. Не закрывается сразу. И надо сказать, что когда этот смартфон увидел свет, часть приложений вообще были какие-то недоделанные. То есть, было минимальное количество элементов интерфейса, минимальное количество функций. И люди покупали эти смартфоны и не понимали, как ими пользоваться. То есть, представляете, все нужно учить сначала или дорабатывать под себя, искать какие-то сторонние приложения. Как я понимаю, в маркете их тоже было немного. То есть, в основном, то есть, только гики какие-то их разрабатывали, небольшие компании. Массовые производители обходили эту систему стороной. Поэтому получается так, что действительно эта система, она и родилась мертвой. Однако, не будем забывать, что это была новая система. И создание таковой весьма сложный процесс, который требует времени и денег. Когда в Nokia начались сокращения, первыми под раздачу попали как раз разработчики Nokia N9. И эти ребята, в свое время, когда они были уволены из Nokia, они решили создать свою компанию, имя которой YOLO. И, кстати, по ссылкам в описании можете посмотреть обзоры некоторых гаджетов YOLO, которые у меня были и даже до сих пор есть. И там уже началось продвижение новой операционной системы Sailfish. Но конкретно этот девайс мы оставим уже сейчас в покое. Это удел коллекционеров и любителей раритета. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать данное видео. Всем пока и увидимся скоро опять.